Всем доброе утро, дорогие друзья! Так, я готовлю себе кофе. Уже практически готов завтрак. Есть и ели. Две сестрички Чихуахуа желают вам доброе утро. Боже, сколько радости! Сколько радости! Всё-таки у животных надо поучиться этими эмоциями, этими открытыми эмоциями. Так, посмотрите, у меня тут готовка вовсю. Что у меня на завтрак? Овсяная каша. Это для Настюши. Яйцо вареное. Так, это я варю здесь свеклу. Буду делать борщ. Борщ, кстати, я плиту не выключила. Да, бурачки. Бурашки, как по-белорусски. Так, и хочу сделать кексы. Кексы из творога, из яйца. А здесь у меня йогурт. Я вот думаю, из него сделать крем. Или просто добавить. Ну, посмотрим. Так. Я знаю, что девочки ждут. Девчонки, сейчас мы посмотрим. А у вас, кстати, а нет, есть одна. Есть. Мама моя покупала девчонкам вот такие вот вкусняшки и пробиотики. Когда она смотрела собачек временно, господи, еле не долетело. Сейчас я вам насыплю кормик. Это пробиотик. Они его очень-очень любят. Его надо добавлять в корм. Мешать. Сейчас, подождите, девочки. Сейчас добавлю. И вот так вот насыпаем, насыпаем. Видите, они уже хромкают. Елька, иди с этой стороны. Иди с этой стороны. Вот так насыпали. Это пурина, проплан. Кстати, вот ветеринарный врач, когда я была на семинарах, тоже говорил. Периодически для улучшения микрофлоры кишечника хорошо подавать им вот эти. Так. Содержит животные кисломолочные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье кишечника и баланс кишечной микрофлоры. Вот так. Все. Хромкайте, девчонки. Кушайте. Так. И мы будем завтракать. Всем приятного аппетита. А я вижу. Хоть видит. Так. Мы, короче, решили, друзья, после завтрака сразу поставить готовиться кексы на второй наш завтрак. Ну, перекусить. Ну, и потом на полдник. Смотрите, мы разделили две начинки. Одна у нас начинка будет с лимонной... кексы будут с лимонной цедрой. Мы уже покрышили, добавили лимон. Вот его остатки. Я люблю лимонную цедру. Мне вкусно. Вкусно, да. А вторую часть мы решили сделать шоколадной крошкой. Да, я люблю шоколадную крошку. Так, добавляй, Настюшка, шоколадную крошку сюда. Да, аккуратненько. Ручкой можешь, да. Всё, кидай. Куды в рот? Да. Настя. Так. Проходим-ка. Так, всё, мы это добавили. Настюшка, берём ложку. Чик. Чик, намешай. Вот мы уже подготовили форму для кексов. Кстати, что касается формы. Заказывала я эту форму на Валберес. И что вы думаете? После буквально пару применений, сколько мы готовили, видите, конечно, уже начинает отлетать. Качество не айс. Покрытие вот это. Так, всё, мешаем. Потом будем смазывать формы подсолнечным маслом. Так, Настюшка, ты сейчас будешь смазывать. Вот так, смазывай каждую формочку. И поставим в духовку. И сами пойдём на улицу. Какие кексы получились с бумагой? С чем? С бумагой. Не, Настюшка, эти без бумаги. Короче, это прикол у нас, друзья, был такой. Я решила приготовить кексы. Попросила Серёжу добавить творог. А он добавил его с чем? С бумагой. С бумагой. С бумагой. Ну, короче, вот такие были кексы с бумагой. Ну, что, когда денег нету, бюджетный вариант. Ладно, всё, друзья, мы отправляем это, Настюшка, куда всё? Куда? Что это? Дуда. А что это? Духовка. Открывай. Я не могу крыть. Духовку. Духовку? Открывай. Поставили мы в духовку наши кексики. Закрываем. И потом посмотрим, какая красота, вкуснота у нас получилась. Друзья, вот такие кексики получились. Класс, они ещё горячие. Ну, и я вижу, что на вид очень вкусные. И у меня тут борщик тоже готовится. Ой, сейчас будем пробовать горячие. Так, ну что, друзья, мы вышли на улицу прогуляться с нашими девчонками. С есть-ка ели. Девчонки, тут, кстати, много собачек гуляют тоже на поле. Ну, конечно, надо смотреть, потому что очень-очень много больших собак здесь пускают, и они бегают без поводка. У нас уже был один случай, когда на меня прилетел лабрадор без поводка, и я просто еси елю наверх взяла, вот так вверх подняла и кричала, «Помогите, заберите собачку». Ой, тепло, такая классная погодка, супер. Всё, будем с девчонками гулять. Пойдём, наверное, пройдёмся по прямой. Да, есть-ка, еле. Пойдём гулять. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Девчонки, друзья. Настюша пьёт молоко, кушает булочку. Посмотрите, у нас нет стола, у нас развалился стол, ножки отдельно, столешница отдельно. Ну, ладно, еси еля. Еси, я с тобой не дружу. Представляете, я оставила тут на столе кекс, и она съела один кекс. Представляете, я её поругала. Всё, еси, ты наказана. Всё, у тебя плохое поведение. Елю почему-то никогда не залезет и не съест что-то со стола. А вот еси, это любитель. Всё подъесть, всё, что лежит, плохо лежит, она любитель съесть. Всё, еси, я с тобой не дружу. Понятно? Так, смотрите, что я буду готовить на ужин. Рыбу. А рыбу именно это филе форели. Так, буду запекать с рисом лук и морковка. Может, добавлю немножко сметанки, немножко петрушки. Так что приступаем к приготовлению вкусного ужина. Боже, у нас тут выставка, посмотрите, вода, дедушкин капот из деревни и мой чайный гриб, которого я иногда пью, не часто. Ой, не знаю, боже, эти банки. Я не знаю, как придумать. У нас, конечно, очень мало здесь места, рабочая зона. Это вот, вот этот квадратик, и то на нём постоянно всё стоит. Ладно. Всё, приступаю к приготовлению ужина. Вот такая вот красота, вкуснота получилась. Короче, друзья, я, представляете, я только сейчас поняла, что я сделала. Я думала, что я купила филе ментая или хека. Хотела что-то, а взяла форель. А она дорогая оказалась. Мы никогда форель не покупали. Ну, ладно. Вот такая красота. Рис, форель, сметанка, лук, морковка. Что тут ещё? Петрушка. Также я напекла блинов, куча блинов. Серёжа вон себе уже блюдо такое сделает. Блины. Здесь утренний омлет он захотел доесть. Так что вот, у нас вот такой вот сегодня ужин. Ее сейчас ели, как обычно, попрошайничают. Но мы им ничего не дадим. Еся. Эй, артистки, вас бы в цирк или на выступление. Всё, друзья, вот так мы заканчиваем сегодняшний влог. Отличная погодка. Хотя, может, сиски ели я пойду на улицу прогуляюсь. Елечка, что ты там смотришь? Друзья, как вы думаете, что там Еля смотрит? Всё чаще и чаще мать медведица разрешает... А ты куда залезла? Вы на медвежат смотрите? Субтитры делал DimaTorzok